Девушки отдыхают По централизованному номеру телефона 56151 Проезд закрыт На улицах города полным ходом идут уборка и вывоз снега Ломать не строить Вандалы повреждают новые остановочные павильоны Баблинцы жалуются на бродящих собак Которые разгуливают по улицам города В последнее время их количество заметно уменьшилось Но даже единичные животные пугают детей и взрослых Как не стать жертвой бездомных собак И какие меры предпринимаются руководством района В нашем сюжете Путь на работу жительницы северо-западной части города Ясмины Махмутовой лежит через церковь Оттуда она спускается на мост Почти каждый день возле церкви девушка встречается с собаками Они подходят к прохожим, принюхиваются, тем самым пугают их Я каждый день прохожу по этому мосту с ребенком Самый большой страх – это то, что я не смогу защитить своего ребенка, если нападет собака А не страшно? Да Говорят же, здесь собак много Не знаю, здесь я... Ну, раза два, может, я видел здесь и все Они не кидаются? Нет В социальных сетях тему бродящих собак обсуждают также бурно Возле второй школы на площади стаями бегают Это люди виноваты, сперва приучают, а потом выгоняют Правильно подняли вопрос о бродячих собаках Из-за отсутствия пятого маршрута автобуса приходится в город ходить пешком Через проспект Скулацкого, через церковь Очень много стало их Стаями ходят Страшно выходить Есть и агрессивные От неприятной встречи с бродячими собаками никто из жителей не застрахован Собаки могут появляться в любом месте Не смотрите в глаза, при этом как бы не демонстрируют свой страх, что вы боитесь И не уклоняться от заданного маршрута Просто нужно изначально, если увидели собаку вдалеке Просто немножко можно изменить траекторию своего движения Дугой ее обойти Не фронтально мимо нее пройти, а дугой немножко Но при этом резко отворачиваться и менять свою траекторию движения Там вправо, влево или вообще в обратно Потому что собака это может воспринять Как вы проявляете страх и можете побудить их активные действия Которые выражаются в агрессии по отношению к вам В январе этого года исполкомом был заключен контракт по отлову И содержанию бездомных животных в Павлинском районе У нас контракт выиграла Бугульминская организация У которой опыт работы с 2014 года У них у самих есть приют для содержания безнадзорных животных на 200 голов На сегодняшний день заявок много есть? На сегодняшний день в районе 21 заявки На прошлой неделе во вторник должны были приехать Но в связи с погодными условиями пришлось отложить Вот на этой неделе, в эту среду приедут Свои заявки на отлов бездомных собак Жители могут оставлять по централизованному номеру телефона 56151 Айгуль Хусейнова, Артем Артемьев, БРТ На улицах города полным ходом идут уборка и вывоз снега Всем этим занимается управление по благоустройству города Снегоуборочная техника начинает работать с 7 утра Снежные массы вывозят на специальный полигон Очисткой города от снега занимаются 10 единиц техники управления по благоустройству В первую очередь очищаются центральные улицы, площадь Октября, остановки пассажирского транспорта, пешеходные переходы В уборке снега задействованы и мощная техника, и сами работники предприятия В труднодоступных местах они убирают заносы с лопатами За минувшие сутки с улиц вывезено более 250 кубометров снега, а с начала зимы более 9 тысяч Всего несколько месяцев назад в Бавлах появились новые автобусные остановки и павильоны Но кто-то в них уже повредил скамейки А большинство ранее установленных остановок находятся вообще в плачевном состоянии Каждым годом улицы города становятся красивее, приобретают современный вид Кто-то с радостью принимает такое обновление, а кому-то оно не нравится В городе Бавлы в 2021 году было установлено 20 остановочных павильонов За счет средств исполнительного комитета города Бавлы Плюс 3 остановочных павильонов за счет средств районного исполнительного комитета По программе безопасности дорожного движения Что касается 20 остановочных павильонов, общая сумма затрат составила 2 миллиона 700 тысяч В среднем, можно сказать, что остановочные павильоны стоят от 110 до 150 тысяч рублей. Выявляются такие случаи, что жильцы города Бавлов как-то не очень бережно относятся к данному имуществу муниципальному. Поэтому хочется попросить о том, чтобы бережнее относились к муниципальному имуществу, остановочным павильонам, да и к остальному имуществу. Так как за это предусмотрена как уголовная статья по линии МВД, так и статья административного правонарушения по статье благоустройства. Ранее установленный остановочный павильон Акбуа по улице Западной и вовсе разбит. Представляет опасность для здоровья и жизни пассажиров. Индира Сайфулина была отменена в БРТ. Ситуация с коронавирусом в Бавлах и в целом в Татарстане остается сложной. Каждый день выявляются новые случаи заражения COVID-19. Всего в Татарстане зарегистрировано 45 873 случая, новых случаев 348. 48 человек госпитализировано, 300 получают лечение на дому. Наибольшее число инфицированных в городе Казань – 204 человек. А в Республике Татарстан, в том числе и в Бавлинском районе, начался зимний учет диких животных. Такое мероприятие ежегодно проводится Государственным комитетом Республики по биологическим ресурсам. О том, как считают зверей и птиц в нашем районе, смотрите далее. В работе по учету диких животных на территории Республики принимают участие специалисты охотничьих хозяйств, егеря, общественные инспекторы, специалисты Госкомитета Татарстана по биоресурсам и охотники. На сегодняшний день идет уже второй этап учета животных. Были запланированы определенные маршруты в стадии планирования, то есть в этапе планирования, которые были нанесены на карты, карту, то есть потом на видеорегистраторы, которые у нас имеются штатные. Также были нанесены на планшеты, к которым мы работаем. В нашем районе по разным маршрутам и на разных площадках ведется работа по учету. Учитываются не только звери, но и птицы. Маршрут ведется в Бавлинском районе по 17 маршрутам. Это общедоступные охотничьи угодья, которые составляют 100 тысяч гектар. И на площади 20 тысяч гектар это поповское охотхозяйство. У них 7 маршрутов. В протяженности маршрутов от 5 до 15 километров. По словам специалистов, находясь в зимнем лесу, нужно быть особенно осторожным, так как зимой передвигаться животным очень трудно. А некоторые дикие звери, например, лисы, могут оказаться рядом с домохозяйствами. В таких случаях нельзя самостоятельно принимать меры или же подходить близко. У любителей природы поменьше тревожили наших животных. То есть не заезжали глубоко в лес. Вот сейчас в данное время очень тяжело зверям передвигаться. Снег много. И они сейчас уже, скажем, обычная корма для них является проблемой. Не засорять, скажем, природу. Не выкидывать биологические любые-любые отходы. Учетные работы завершатся 10 марта. Полученные данные позволят оценить состояние охотничьих ресурсов в случае необходимости принять меры по сохранению и восстановлению фауны республики. Индирес Айфулина была отменять за ФБРД. Наш район богат талантливыми мастерами и рукодельницами. Бавлинский школьник Ильмир Шевалев относится к их числу. Юноша занимается обработкой шерсти и вязанием с малых лет. За это время он стал настоящим профессионалом своего дела. Этот инструмент называется кардерный барабан. Он предназначен для прочесывания шерсти. Для того, чтобы получить качественную пряжу, шерсть проходит несколько этапов обработки. Может, кто-то и скажет, что это не мужское дело, но 16-летний Ильмир Шевалеев так не считает. Он занимается рукоделием с шести лет. Вяжет, чешет шерсть, придет. Я, получается, начал заниматься рукоделием с шести-семи лет. Меня, как сказать бы, подвело это тем, что я смотрел, как моя бабушка, тетя занимаются придением, вязанием. И начал интересоваться этими делами, получается. И вот, когда просил у тети научить прясть, она говорила, бери, сам садись и учись. По идее, я сам все сначала от А до Я начал учиться. Получается, смотрел, как обрабатывают его по интернету. И потом смотрел уже, как придут. Мама правая рука Ильмира. Она старается во всем ему помогать. То, что ему интересно и нам интересно. Поддерживаете? Да, поддерживаю, очень сильно поддерживаю. Если попросят что-нибудь помочь, всегда стараюсь помочь. Что? Смогу. Чем смогу уж. Так уж, конечно, положительно отношусь. Сначала уж переживала, что одноклассники будут уж прям это так смеяться. Да, да, да. Ну, вроде пока ничего так. Ильмир предпочитает обрабатывать овечью шерсть. Чаще всего занимаюсь либо овечью шерстью, либо козой. Козья пуха заказываю из Алтая. Горно-алтайской породы коза у нее. И вот. Ну, с ценой мы там сами договариваемся уже. А насчет овечьей шерсти я сам уже у бабушек знакомых беру. Даже бесплатно. Юный мастер знаменит в своих кругах. У него много друзей рукоделов из разных точек страны. Он также имеет единомышленников из Америки и Канады. У юного рукодела есть все необходимое, чтобы обрабатывать шерсть, формировать клубок, прести. Сейчас при одене утратило былую популярность. Но ремесло очень полезное, позволяющее создавать своими руками материал для мягких и теплых изделий. Прялок у Эльмира всего два. Первое время, конечно, нужен вклад для этого. Как сказать. Сам покупал первое время. Потом знакомился с людьми, с мастерами уже, которые начали сами интересоваться с моим хобби. И даже сами начали предлагать свои, получается, инструменты для того, чтобы они мне отправляли. И я пробовал на них уж. А если не секрет, сколько они вообще стоят? Ну, например, вот этот кардерный барабан стоит 10 тысяч. А вот эта прялочка – 17 тысяч. Цены высокие. Рядом. А то, что вот это – это старинная прялка, которую в этом году только приобрел за 2 тысячи. Откуда взял? В Башкирии, Стуймазов. Для некоторых изделий пряжу приходится покупать, а для пуховых косынок придет сам. Я для косынок, для носков иногда покупаю, а вот для следков, для пуховых косынок сам приду уже. Потому что я не люблю фабричную пуховую пряжу. Он как-то не так пушится, не так блестит. На свое хобби Эльмира раньше тратил 4-5 часов в день. В последнее время на любимые занятия уделяет меньше времени, так как нужно готовиться к экзаменам. В этом году он заканчивает 9 класс. Не все одноклассники знают об увлечении парня. Некоторые усмехаются над его хобби, а некоторые, наоборот, поддерживают. На будущее у юного рукодела грандиозные планы. Охота и в дальнейшем развиваться, например, ИП открыть или что-нибудь такое. А дальше охота, конечно, идти учиться на ветеринара. Тоже интересуются животными, сельскохозяйственными такими вещами. А пока Эльмир занимается своим любимым делом и радует родных. Он начал подбирать узоры на задуманные зелия. Юноша решил научиться новым узорам по книгам знаменитых рукодельниц. Айгуль Хусанова Булат Минязов, Берте. На карьере села Козыльяр Бавлинского района прошли открытые соревнования по зимнему картингу второго этапа Кубка Юго-Востока Татарстана. В них приняли участие воспитанники пяти картинг-клубов. Подробнее далее. Старт соревнований дал заместитель главы Бавлинского района Ренат Хамедулин. Всего в соревнованиях приняли участие 120 пилотов из набережных Челнов, Елабуги, Леногорска, Бавлов и еще из пяти городов. В честь Бавлов защищали 22 пилота подросткового клуба спортивно-патриотической направленности «Пегас». В общекомандном зачете клуб «Пегас» занял второе место, немного уступив Сармановскому картинг-клубу «Вялкан». В личном первенстве вторые места завоевали Ленир Хабипов, Павел Павловский, третьи места Ансель Самигулин, Денис Романов и Эмиль Алаев. На лыжной базе «Трехгорка» состоялось первенство района по лыжным гонкам. В соревнованиях приняли участие школа и предприятия Бавлинского района. Участникам лыжных гонок предстояло преодолеть различные дистанции в своих возрастных категориях, а всего они были разделены на 10 возрастов, включая ветеранов. В праздник спорта на лыжи встали более 100 человек. После проведения отберем сборную города для выступления на республиканские соревнования, которые пройдут в городе Зубрия. Все победители соревнований были награждены грамотами и медалями. 25 января отмечается любимый праздник студентов – Татьянин день. Считается, что студенчество – это лучшая пора в жизни каждого человека. И многие вспоминают это время с особой теплотой. Мы поинтересовались у бавлинцев, чем запомнились им студенческие годы. Вообще интересно студенческие годы. Студентом была давно, конечно. Ну, вообще, очень интересные моменты, когда мы ездили, в то время еще было у нас свекла, вот на картошку, на свеклу. Вот это очень интересно было, когда, считай, с утра собираешься. Вот эта группа, друзья, первая любовь в этот момент. Вот это все запомнилось, учеба. На самом деле мы жили в общежитии, и было все очень здорово и весело, хотя очень много голодали, на самом деле. Три месяца, потом в армию ушел. С армии пришел уже, все потом, не восстанавливался. Работа, дом, семья. Коллектив, конечно же, студенческие молодые годы, как отмечали, праздники. Сейчас уже такого нету. Собирались все вместе, ходили. Праздники, тоже день студента, когда первый раз на первом курсе отмечали, зачисляли на студенты. Это все новости на сегодня. Наши выпуски можно посмотреть на YouTube-канале и на сайте Бавлы Информ. Далее вас ждет прогноз погоды. А я прощаюсь с вами. Берегите себя и будьте здоровы. Здравствуйте. Меня зовут Виктория. И я расскажу вам, какая погода нас ждет в ближайшие два дня. В среду, 26 января, будет облачно. Возможности нет. Температура днем минус 2 градуса, а ночью минус 9. В четверг, 27 января, температура днем минус 9 градусов, а ночью минус 12 градусов. На этом у меня все. С вами была я, Кудря Виктория. И всем пока. Субтитры делал DimaTorzok Все любят играть в прятки. Ты прячешься, и тебя не видно. И тебя как будто нет. Однажды я поняла, что это не всегда хорошо. Запомни, если тебя не видно, значит тебя нет. Твоя судьба зависит только от твоих решений. И принимая их, не стоит торопиться. Просто знай, что впереди обязательно загорится зеленый свет. Субтитры делал DimaTorzok 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 Дима Торзок Субтитры делал DimaTorzok 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 Дима Торзок Субтитры делал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Субтитры делал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok На тебя смотрю, что ты подумаешь Что бы я ни делала, что бы ни надела я При тебе и без тебя, это только для тебя Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok